Подарочные сертификаты, интернет-гандль и термин вертания неякосных товаров. Об изменениях, унесенных в закон об правах с пожилцов, все не рассказал начальник Головного управления гандлю и послуг Гомельского облывы канкама Александр Качан. Первое, нововведение не тучатся практики подарочных сертификатов. Паправками вызначены термин их деньня, сумма и додатковые умовы, связанные с активацией. У вынеку изменения цены на товар альбо послугу, першепочатково указанное у сертификате на момент передачи с пожилцу, розница им не доплачивается. Так само, який продавец не мое право выдавать остаток грошовыми сродками, и он повинен пропоновать добрать сумму иншей продукции. Что до интернет-гандлю, то в документе выразно прописано, что все субъекты повинны быть зарегистрованы в доменной зоне BY. В отворотном выпадку сделка житявляется помеж физичными особами, и у вынеку спричек может быть урегулирована только в суде. Обращать внимание на то, что согласно правилам осуществления торговли, сложные бытовые товары, сложные технические товары, относятся к товарам, которые обмену возврату не подлежат, за исключением двух случаев, что отрегулировано новое постановление, это если товар ненадлежащего качества, то есть то, что уже необходимо вернуть, или нарушен порядок гарантийного ремонта в рамках предоставленного законодательства. То есть это 14 дней, и вот новые изменения, это до 30 дней возможность продавца осуществить гарантийный ремонт в согласии покупателя.